Расположенный в 32 километрах от южного побережья Исландии небольшой остров Сюрцей – один из самых молодых островов в мире с возрастом почти 60 лет. В масштабах истории Земли этот остров можно считать новорожденным, и когда он появился над поверхностью Мирового океана, ученые не надеялись, что он долго просуществует. Тем не менее, остров не только не ушел под воду, но еще и стал постепенно обрастать растениями и заселяться животными. 14 ноября 1963 года команда рыболовного траулера заметила, что вдалеке из водной глади поднимается столб дыма. Это не был горящий корабль, столб состоял из пепла. Прямо на глазах рыбаков происходило рождение нового острова. Участок суши возник вследствие извержения подводного вулкана. Оно началось на глубине 130 метров, и вулкану потребовалось около 8 дней, чтобы выбраться на поверхность океана. За первую неделю своего существования Сюрцей увеличился до 500 метров в длину и 45 метров в высоту. Ученые и журналисты со всего мира наблюдали это впечатляющее зрелище. Молнии, взрывы и потоки раскаленной лавы, встречаясь ледяной океанической водой, поднимая километровые столбы пепла, рождали новую поверхность суши. Увеличение острова происходило до тех пор, пока подводная активность не утихла. Извержения прекратились только через три с половиной года. Всего их случилось свыше ста. Так из лавы и пепла сформировался новый остров. Назвали его в честь мифического персонажа Сюрт, повелителя огненных гигантов в местной мифологии, который в день Рагнарёка должен сыграть ключевую роль в гибели мира. Отсюда и появилось название Сюрсей. К слову, извержение вулкана в ноябре 1963 года породило еще несколько островов, но они были разрушены морем и ветром. В принципе, в появлении из ниоткуда новых островов нет ничего необычного. Только в течение 20 века счет таким островам идет на десятки. Иногда на мелководных отмелях песчаные островки возникают над поверхностью моря и вскоре исчезают после очередного шторма. Но чаще всего формирование новой суши связано с вулканической деятельностью. Продолжительность существования таких островов обычно невелика, ведь эрозия беспощадна. Но порой извержение оказывается достаточно продолжительным и лавы хватает для образования устойчивой к воздействию воды структуры. Ученые предсказывают, что со временем Сюрцея исчезнет. Ведь за 60 лет его площадь уменьшилась вдвое. Но сроки наступления этого события находятся в диапазоне от 100 до 1000 лет. Если, конечно, не случится новых извержений. Ученым представилась уникальная возможность наблюдать зарождение жизни на голом острове с нуля. Первыми жителями стали бактерии и микроорганизмы. Питомником жизни стали песчаные участки Сюрцея, куда выносился органический материал из океана. На лаве же сперва появился мох, примерно через три года после окончания извержения. Лишайники смогли прижиться на острове лишь через 8 лет. К середине 80-х годов уже насчитывалось около 20 видов растений. Определяющую роль в появлении здесь такого количества растений сыграли птицы. Большая часть новых семян попала на остров именно с ними. Их же помет стал основой формирование слоя почвы, который, в свою очередь, позволил прижиться новым растениям, что привлекло еще больше новых птиц. К 2008 году насчитывалось уже 69 разновидностей растений, среди которых преобладали мхи и лишайники. Оказалось, что остров находится на пути миграции многих видов птиц. На острове сначала появились буревестник и гагара. В 1986 году на нем обосновалась колония чаек. Затем регулярно стали появляться лебеди и дикие гуси и тупики. Тюлени впервые использовали остров для выведения потомства в 1983 году. Наблюдение за появлением и развитием жизни на Сюрсее изменило представление о природных процессах. Оказалось, что на формирование такого разнообразного ландшафта со сложной экосистемой ушел всего десяток лет, а не столетия, как считалось ранее. Это место теперь является заповедником и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО с 2008 года. Туристам побывать на Сюрсее не получится. И для того, чтобы максимально ограничить возможное внешнее влияние на Сюрсей, организован строгий режим доступа. Посторонним попасть сюда практически невозможно. Квоты выделяются лишь специалистам, работающим по конкретным темам. Но даже ученые вынуждены в первую очередь принимать во внимание особенности хрупкой местной экосистемы. Доступ на остров есть только у ученых, и единственным человеческим сооружением на острове остается небольшой деревянный домик, служащий ученым рабочей станцией во время экспедиции. Исследователи их одежда и оборудование подвергаются перед посещением специальной обработки, чтобы исключить возможное постороннее инвазивное включение в местную биосферу. Им не разрешается проносить на Сюрсей какие-либо микроорганизмы или семена растений, потому что развитие жизни на этом острове должно проходить полностью естественным путем без помощи человека. Остров Сюрсей – это подаренный науке живой полигон, на котором можно изучать процессы изменения рельефа планеты, его влияния на биосферу и наоборот, где мы можем наблюдать рождение, взросление и, скорее всего, угасание целого микромира фактически в режиме реального времени. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ведь впереди вас ждет много новых и интересных историй. Всем пока!